Черное море не сдаёт лидирующих позиций среди самых популярных направлений для пляжного отдыха. Одно из самых тёплых морей в России, около 300 солнечных дней в году и мягкий, близкий к средиземноморскому климат. Неудивительно, что каждый год сюда приезжают миллионы людей. Однако существуют мифы, которые могут насторожить некоторых туристов. О них, а также в целом о нашем Черном море, о котором мы знаем далеко не всё. Сегодня поговорим с руководителем секции экологии СГО, членом экологического совета при главе города Юлии Набережной. Юлия, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время для нашей студии. Но давайте поговорим, как говорится, о самой визитной карточке нашего города, это Черное море. Расскажите, как оно изменилось за последние 50-100 лет? Можно сказать, что изменения, которые происходят с Черным морем, связаны с крупными климатическими циклами, не все из которых мы ещё изучили. Однозначно можно отметить, что уровень воды поднимается. Например, у нас в Хостинском районе мыс Видный, это сосновая роща. По некоторым историческим источникам фиксируется, что там находился храм. Сейчас эта территория уже под водой. А сколько вообще Черному морю лет? В том виде, в современном, близко к нему, которое мы можем видеть сейчас, Черное море оформилось порядка 14 миллионов лет назад. Но и до этого длительные геологические периоды масштаба в сотни миллионов лет. Это был мелководный океан Тетис. Был момент, когда Кавказские горы были островом в этом океане. Да, вот как раз я тоже слышала про Орлиные скалы. Там как раз тоже горы. Раньше говорили, что они были под водой. Мы можем увидеть на маршруте, на подъеме на Орлиные скалы фрагменты морских организмов в залежах Мергеля, которые выходят пластами в этой территории. Белые камни. Обратите внимание на различные геометрически правильные образования. Это могут быть отпечатки древних организмов, населявших дно моря на тот момент. Это очень интересно. А где находится самое глубокое место в море? Оно находится примерно напротив Ялты. Это глубина 2210 метров в центральной части Черного моря. А вот как интересно наше море, да, Черное, связано с Кавказскими горами? И вот как они взаимодействуют друг с другом и как-то влияют друг на друга? Конечно. У нас Кавказ молодые горы, они продолжают расти. Порядка 4 сантиметров в среднем в год продолжается их подъем. Поэтому это не финальная версия, которую мы видим на сегодня высоты наших гор и очертания Черного моря. Соответственно, процессы, которые происходят на глубинах при воздействии больших температур, это тектонические крупные глобальные процессы движения литосферных плит, одна из которых подталкивает другую, Кавказские горы растут. Тут также очень заметно проявление грязевого вулканизма. Это район Таманского полуострова, тоже Краснодарский край. У нас мы можем видеть эти проявления, в том числе и в сероводородных мацистинских водах. То есть минеральные источники обычно сопутствуют активности геологическим процессам, которые продолжаются. Поэтому Черное море напрямую связано, в том числе и возможными землетрясениями, тектоническими толчками, которые фиксируются периодически на глубине в море, на удалении 300, например, 200 километров, даже в районе побережья города Сочи. Да, если продолжить эту тему, так как у нас район сейсмоопасный, у многих такой вопрос. А если будет прям ощутимое землетрясение, возможно, что будет цунами? Землетрясения на Черном море, которые были уже зафиксированы в исторический обозримый период, самое близкое к нам, это 1927 год, в районе Крыма. Было серьезное землетрясение, последствия длились более двух недель. И по большому счету мы можем прогнозировать, что по зонам сейсмической активности у нас тоже возможны землетрясения от 6-8 баллов. И это, к сожалению, природный факт. Мы можем только максимально готовиться к этому цунами. По опыту предыдущих землетрясений, но которые наблюдались всей серией, примерно 4 или 5 в разные периоды, есть такая цепочка наблюдений, которые дают нам представление о возможном сценарии развития этих событий. Они свидетельствуют о том, что цунами не поднимется, потому что все-таки Черное море находится не напрямую на берегу Атлантического океана, а связано с ним цепочкой морей, то есть мраморная, далее средиземная. Поэтому получается, что для того, чтобы у нас на побережье появилось, сформировалось полноценное цунами, это должно быть что-то очень глобальное, что затронет, так сказать, начиная от Атлантического океана и дальше. Этого мы можем не опасаться. Но в целом, я думаю, 6-8 баллов – это достаточно мощно для территории города Сочи, которая характерна большим количеством оползневых процессов. То есть в сумме это может сыграть эффект не меньше, чем цунами, к сожалению, как мы видим по Турции, нашему ближайшему соседу. А что таится на дне Черного моря? Вот есть ли там полезные ископаемые, и что это за недра? Конечно. Дно Черного моря, если посмотреть посредствами эхолокации, можно увидеть и подводные хребты, и целый рельеф. То есть так же, как и на суше, вот у нас, например, ярко выражены каньоны в районе Эмеретинской низменности, это федеральная территория Сириус. То есть дно моря, оно, конечно же, неровное, как стол, оно изрезано рельефом, и встречаются полезные ископаемые, в том числе на шельфе Черного моря есть даже и месторождение нефти. Что это достоверно известно, потому что в Лазаревском районе нефть в советское время на бурение добывалась даже в районе Аула Шхафит. Это, кстати, тоже одно из проявлений того, что Кавказские горы продолжают расти, и активность тектоническая под Черным морем и под Кавказскими горами продолжается. То есть нефть свидетельство в том числе и того, что здесь была жизнь в этом океане. Но кроме этого, самим по себе потенциальным полезным ископаемым можно считать сероводород, который находится в больших количествах, образует целый слой, что является особенностью нашего Черного моря. И есть небольшие руды, залежи магнетитовых песков в районе Таманского полуострова. Но в целом гораздо важнее гидроминеральные ресурсы. Это неисчерпаемые источники минеральных вод типа Мацеста, которые, по большому счету, были разведаны на территории нашего города. Везде, начиная от Мамайки, бурение производилось на глубинах около 2-2,5 тысяч метров. У нас достаточно сероводорода, чтобы оздоровить не только всю Российскую Федерацию, но и принимать на лечение и реабилитацию гостей из других стран. А давайте поговорим еще о золоте. Действительно ли его когда-либо добывали в реках? Конечно. Верховье реки Сочи очень известное место у нас на территории. Оно не единственное. Но верховье золотоносных рек находится в границах особо охраняемых природных территорий федерального значения. Сочинский национальный парк, Кавказский биосферный заповедник. Поэтому все-таки я думаю, что не стоит детализировать эту информацию. Но про реку Сочи знают все. И рассыпное золото, чешуйки можно увидеть в экспонатах, в том числе и у нас в Сочинском географическом обществе, в Музее геологии Кавказа. А вот еще один вопрос. Мы часто находим на пляжах красивые камни бордового, красного цвета. Вот что это? Это яшма. У нас в Сочи встречаются два вида яшмы. Причем ее достаточно много, и реки Размывая выносят ее в море, на пляжи. Это в районе реки Мзымта. И те пляжи, которые пополняются инертными материалами посредством стока этой реки Твердого, они выносят красную яшму различных оттенков, вишневую, такую темно-кирпично-оранжевую, которая при шлифовке дает очень интересные оттенки. А река Сочи выносит скорее желтую, темно-оранжевую. То есть у нас как минимум два сорта поделочных вот таких вот есть камней, которые можно взять с собой и увезти на память о городе Сочи. Юлия, давайте подтвердим или развеем миф о том, что у нас короткий сезон на Черном море. И вообще, как у нашем море, какое занимает место именно по комфортности температуры воды? И можно ли наше море сравнить еще с каким-нибудь морем? Ну, конечно, каждое море индивидуально по солености воды, по течениям преобладающим, которые в том числе и во многом формируют режим температурный. Можно сказать, что даже в масштабах немаленькой территории, которую занимает Российская Федерация, такое по комфортности и температуры воды, и продолжительности климатического сезона, который дает возможность полностью использовать все ресурсы таласотерапии, наверное, наше море номер один. Однозначно номер один в России. И высокая степень комфортности по аналогии с мировыми курортами, потому что, во-первых, у нас нет опасных, экстремально опасных организмов. То есть встретить какое-то животное, которое нанесет повреждения, ну, акулы наши не опасны. Катран – это акула, которая абсолютно безопасна, и, к сожалению, ее мясо очень вкусное, поэтому даже вылавливается. Но человеку она не может навредить, потому что она не относится вообще, в принципе, к тем акулам, которые могут напасть на человека. Также у нас нет ядовитых, суперядовитых медуз. В целом, по продолжительности сезона у нас фактически можно с мая и по октябрь смело принимать морские ванны, процедуры. Был разработан целый подход институтом курортологии, как лечить различные группы заболеваний, в том числе и в зимнее время года, потому что есть бассейны, открытые с подогреваемой морской водой. То есть с учетом всех сумм и факторов, наше море, я думаю, что самое комфортное и безопасное для лечения и курортного отдыха. Как раз вы затронули тему акул, тоже хотела спросить, потому что есть мифы, что к нам еще заплывают опасные акулы, значит, это неправда. Периодически, как минимум дважды за последние пять лет, я видела видео, которое распространялось, была ли это настоящая акула. Ну, нет ничего невозможного, но если все-таки к нам попадет в наше Черное море акула, которая сможет преодолеть проливы, я думаю, ее состояние на тот момент будет минимально комфортным. И, скорее всего, если действительно это была акула, которую прибило к берегу на одном из видео, которое распространялось по соцсетям, то я думаю, что она уже была при последнем дыхании, поэтому нападение акул в Черном море на человека не фиксировалось, насколько мне известно, ни разу. Так что это миф. Хорошо, значит, развеяли уже. Миф один. Давайте поговорим о пляжах и береговых линиях. Вот море у нас одно, а, получается, насыпи у нас разные береговые, потому что, например, Анапу взять там песок, если взять Сочи, у нас галька. Вот почему такая разница? У нас тоже есть пляжи с песочком, мелкий, темно-серый, в черный спектр песок. Это связано с тем, что выносят реки. Твердый сток, так называемый, это те породы, которые преобладают в районе, где крупные реки выносят инертный материал, который пополняет наши пляжи. Ну и, конечно же, это зависит от работы человека, который зачастую в изменившихся условиях природных берет на себя часть деятельности геологических сил. То есть, если сюда завозить, например, кварцевый песок светлый, то и формировать ежегодно пляжи, можно сформировать и такие пляжи. Это тоже может пользоваться спросом, безусловно. Но я все-таки сторонник того, что все хорошо максимально естественным путем. И тот твердый сток, который дают нам наши реки, он все-таки отличается. И, мне кажется, необходимо дорожить им и сохранять максимально естественный состав пляжей. Хотя, конечно же, в определенных местах можно делать различные модификации под запросы разных групп наших гостей. А, ну и такой завершающий вопрос. Море, оно дает массу положительных эмоций, как и для туристов, да, и для местных жителей. А что мы можем сделать для моря? И, может быть, вы скажете, что наоборот, да, что мы делаем плохо для моря? Вот таких два вопроса. Что мы можем сделать положительное? И вот как мы причиняем вред для моря? Ну, самая большая проблема – это, конечно, речной сток, потому что все-таки Черное море находится на территории более чем пяти государств, поэтому сток крупных рек, именно глобальных таких, несет очень много того, что присуще людям. Это бытовая химия, моющие вещества, это лекарства, антибиотики, которые попадают в организм человека, и пищевая продукция, которые также используются, применяются антибиотики. То есть химические вещества, к счастью, в Сочи этого всего нет. У нас никаких нет химпроизводств, поэтому у нас, в общем-то, максимально санитарная зона – это первая, это как раз-таки прибрежная, приморская часть. Что касается того вклада, который может внести каждый из нас, надо поменьше выбрасывать пластикой, и по возможности его отправлять на переработку, потому что большая проблема в Черном море – это мусорные острова. Сейчас, так же, как и в других морях и океанах, очень много пластика плавает на поверхности, и это большой вред как окружающей среде, так и микропластик, который обнаружен уже везде, в том числе и в плаценте, в грудном молоке. То есть никакие системы не могут быть изолированы от глобальных систем, это закон природы. Спасибо большое за советы, надеюсь, многие используют их, и море станет и чище, и больше будет нас радовать. Спасибо большое, Юлия, за интересную беседу. А я напоминаю, у нас в гостях была руководитель секции «Экология СГО», член экологического совета при главе города Юлия Набережная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова